Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте! Пожалуйста, будьте мне все, пожалуйста, здоровы. Я сначала думал сказать что-нибудь нужное, что-нибудь такое, что поможет справиться с тем, что случилось. А потом я понял, что ничего не сказать. Я так слышал краем уха, что не у меня одна вот такая история. И тогда я решил сначала ничего не говорить, а спеть песенку, которая из тех времен, когда у меня песни были значительно умнее, чем я. Может быть, это получится лучше. Мы слишком давно не плачем, Слишком давно мы не плачем вместе. Больше молчим и больше Слушаем музыку мертвых. На расстоянии в несколько лет Ходим одни по темным проспектам, Тускло глядим друг на друга, Не замечаем мы проходим мимо. Свинцовые крылья воспоминаний Они реют над нашими головами, Мы уходим в пустые дома, Открываем катушки индукции кайфа И слушаем музыку мертвых. Мы слишком давно не смеемся, Мы стали очень серьезные люди, Приобрели свой реальный вес В мире музыки мертвых. Академики мрачных забав, Макеланы, субстанции и экстиненции, Отчаявшиеся добраться До мысля доброй надежды. Много умных слов на чужих языках Для обоснования никчемных претензий, Много значительных жестов В театре живых теней Сректакль под музыку мертвых, Под славную музыку мертвых. Мы слишком давно не жили, Слишком давно мы не жили вместе, Рожили с черной подругой, С нею, с музыкой мертвых. А выжили ли, не знаю, А сможем ли, непонятно. Черт засевает семя, Бог затевает жатву. И что ж предпоследнее из магикан, Из наглазых детей небесных коней, Мы еще живы, мы еще живы, Мы еще живы, живы, Пока мы слушаем музыку мертвых, Слушаем музыку мертвых, Танцуем под музыку мертвых, Танцуем под музыку мертвых, Играем музыку мертвых, Играем музыку мертвых, Сочиняем музыку мертвых, Все больше музыки мертвых, Которых все больше. Я немножко все-таки расскажу. Мы с Лешкой познакомились в Новый год 90-го года, На Свечном переулке, В Ленинградском доме мира и милосердия. Звучит-то как? Не задумывался давно. И мы провели с ним вместе два с небольшим года, Но зато уж так вместе, что просто вот... У нас была маленькая квартирка, 17,5 квадратных метров, На которых, как я узнал, можно положить 15 человек, И они будут спать и утром проснуться счастливыми тоже. Мы провели два года, которые были совершенно бездонные какие-то. Два года. Нормальному человеку таких двух лет хватило бы на полторы жизни, наверное. Мне тоже хватило очень на много. И мы были очень разные с ним люди. И более разных, наверное, придумать нельзя было. Мы давали интервью на радио в Ленинградском. Значит, мы даем это интервью, мы рассказываем о себе, о музыке, о жизни. Обо всем. И дикторы-то, ведущие нас спрашивают. Ребята, а вы вот на репетициях, да, вы тоже так все время спорите и ссоритесь? Я говорю, да, Лешка говорит, нет. Потому что, если что-то можно сказать про Лешку определенно, вот это то, что не было человека, которого бы он не смог понять, которого бы он не смог как-то принять, и которому он не смог бы как-то помочь. Правда же? Не знаю таких людей. И мне он тоже очень-очень помог. Помог мне понять, научиться нескольким важным вещам. Как, например, тому, что мы поступали в рок-клуб. Мы пытались поступить в Ленинградский рок-клуб в 92-м году. Мы отыграли там прослушивание, про, не знаю, что там были за экзамены. Не помню, кто там был в журях. Наверняка какие-то очень известные прославленные люди. И эти известные прославленные люди нам сказали, что, ребята, то, что вы играете, это очень-очень вторично. У нас все это уже есть. И вы нам в таком виде не нужны. Я ужасно расстроился тогда, придумывал какие-то компенсаторные механизмы, что, в общем, не очень-то и надо было. Арлешка сказал, подумаешь вторично. Нам же нравится. Это был очень-очень важный урок. Не надо стараться быть кем-то, а искать чьего-то одобрения надо собой стараться быть. И другой урок, который тоже не могу и обойти, это урок того, что некоторые правила – это действительно важные правила, а некоторые правила – это, знаете, как разметка на шоссе. Это линии, нарисованные на асфальте. Они кому-то помогают, они для чего-то нужны, но это просто линии, нарисованные на асфальте. Он не боялся никогда таких линий. Всегда относился к ним так, как они того заслуживали. Это было очень важно и серьезно для меня урок, надеясь, что я чему-то научился, надеясь, что я какую-то пользу принес тоже. Знаете, что Лешка не любил грустить на самом деле, не его это было. Слово «Пупкин» и слово «Смерть» не рифмуются абсолютно никак. У него, по-моему, ни в одной песне, ни в одном произведении вообще такого слова просто нет. Вы знаете, да, что Пупкин писал мемуары? В 1992 году давным-давно Пупкин написал мемуары. Я даже их прочитал, и я нашел там про себя абзац. Я помню его очень хорошо. Там было написано, что вот Пичкин, да, человек мрачный, тоскливый. А песни пишет веселые. А я вот наоборот, человек легкий, Лешка писал, я человек легкий. А песни у меня грустные, депрессивные. Я, знаете, вот, без уважения не буду больше петь мрачных песен, депрессивных. А буду петь веселые, которые, по Лешкому словам, у меня получаются. Не знаю, как у вас там сейчас с дождями, со снегами выпал из этого цикла другой. Вы там сами поменяйте местами, где что нужно, чтобы лучше соответствовало. Все как обычно, на улице дождь, и он кончится только зимой. И мне безразлично, куда ты пойдешь, а я возвращаюсь домой. Я болен и зол, я замерз и промок, и ты не можешь ничем мне помочь. Я влезу в квартиру, я защелкну замок, и буду слушать Роллинг Стоун всю ночь. Вот на шум среди ночи прибрется сосед пролетарий до кости мозгов. Он станет орать про днегашенный свет и про неподметание полов. Но вот он заветный несет пузырек, и все печали уносятся прочь. Чего с человеком не сделает, друг, мы будем слушать Роллинг Стоун всю ночь. На утро я выйду, на улице снег, и он кончится только весной. И ты, как обычно, подвалишь ко мне и спросишь меня, что со мной. А это вопрос, нагоняющий грусть, и вдаваться в воды ты мне лень. Стрельну беломора я и улыбнусь, и буду слушать Роллинг Стоун всю ночь. И все, как обычно, кислотность и фон, и повсюду бушует облом. И старый мой долбанный магнитофон надпором разклилется в жору-су-рук-рук-рук. Но я еще верю, что лето придет, и такое, что только держись. Я буду слушать Роллинг Стоун весь год, и я буду слушать Роллинг Стоун всю жизнь. Роллинг Стоун всю ночь. Роллинг Стоун всю ночь. Одну сказать вещь хочу, тяжелую, может быть. Знаете, ребята, мы там у себя в кругу питерских интеллигентов над Лешкой посмеивались. Иногда говорили, вот человек, который рифмует ботинки и полуботинки. Запятые там у него неправильно были расставлены в текстах, понимаете. Хороших поэтов, тем более людей, которые знают, как правильно расставить запятые, их гораздо больше, чем просто хороших людей. Поэтому, если видите хорошего человека, ребята, расставьте ему запятые и идите за ним. И последняя песенка, которую я вас сегодня задержу. Лешкина песня с июня 91-го года. С наших карельских лесов. Я ее раньше на гитаре никогда не играл, поэтому смотрю, что получится. Лешкина песня. 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 Лешкин 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 песня. На зачарованные берега Время узнать, Где морг, где порог, У каждого времени свой пророк. Время не случится снов, Возвращает любовь. На берегах великих озер тишина, Где ты старый индец, охранявший богов, Где легкие лодки тумана Уносит невидимый край, Чем селебрится вода между стволов. Озеро спит, и не видно бобров. У каждого времени есть свой порок, У каждого времени свой бог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я до вчерашнего дня не знал, О ком теперь будет эта песня, теперь знаю. Он таким и останется теперь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, на этом мы будем попрощаться. Дорогие мои, берегите себя, берегите близких, родных, хороших, добрых людей. До новых встреч. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...